Здесь, скорее всего, организуют условный коридор. Там будет сидеть сотрудник, у которого будет планшет. Сигнал с камеры будет передаваться на планшет, чтобы в реально время не введить человека с повышенной ситуации. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет осуществлять тепловизионный контроль людей, которые проходят через вот это вот территорию. То есть это тепловизор, камера, которая работает в оптическом диапазоне. И второе, она собирает картинку по температуре. Соответственно, она позволяет достаточно быстро распознавать лиц с повышенной температурой и погрешность измерения у этого комплекса порядка 0,2 градуса. Возможно, сразу реагировать этих лиц, выбирать из потока, возможно, сохранять эти случаи нештатные, скажем так, в архив и потом разбирать их, да, то есть получать лица людей, ну, либо реагировать сразу. В рамках заданного коридора она будет справляться с любым потоком. Ну, вот, насколько плотно там люди могут идти. Главное, чтобы видно было открытые части тела, на которых можно мерить температуру. Если система видит, что в поле ее зрения появляется объект, у которого температура немножко выше, она подает тревожный сигнал и обозначает, сойдет объект, который идет с повышенной температурой. Это сделано по требованию, опять же, Управления Роспотребнадзора, поскольку у них, насколько я знаю, есть опасения, что заболевания и заболевшие люди могут пребывать в нашу область, в других регионах. Все мы знаем прекрасно степень или количества зараженных людей в центральных регионах нашей страны, в Москве. У нас на Дальне-Востоке единицы. Поэтому, наверное, обоснованные опасения. Создавая здесь, внедряемый комплекс тепловизионной съемки, мы по своему плану, скажем так, делаем первый барьер защитный для придавших к нам на строительство, на строительную площадку рабочего персонала. Данный тепловизионный комплекс мы совместно с компанией «Пепегаз» проработали. На данный момент у нас сотрудники не пребывают на площадке здравоохранения. Все сотрудники у нас находятся на площадке.